Тимка и его супруга – семейная пара сурков. Это грызуны, рожденные на биостанции университета Каразина. В ландшафтном парке Вилькобурлукская степь животных выпускают на волю. Ну все, все, не пустим. Все местные жители, вон Сергей Иванович сидит, все они просили, чтобы выпустили здесь сурков, и чтобы в деревне было, как и раньше, жили сурки, тем более, что выпуск пока продолжается, именно локально, вот здесь, перед деревней. А это для сурков, как бы, необходимое условие нормального существования. Это первый опыт выпуска сурков, рожденных в неволе. Их расселяют по тому же принципу, что и диких парами. Только в этом случае грызуны не разбегутся. Мы все-таки посовещались и решили молодых животных, думали, может быть, более взрослых, но для них это может быть таким стрессом, а для молодых, ну, как все молодые, знаете, и, как бы, может быть, им это природные условия будут на пользу. Местные жители рассказывают, что раньше в селе водилось много сурков. Они совсем, как ручные были. Вот, коровы, по сути, они там метров пять от тебя, даже не боялись людей. Ну, и, ну, богато было, дуже. Такие места были, что у нас вообще тут заповедная территория. Норку для сурков начали подготавливать еще в прошлом году. Ее глубина – полтора метра. Будущее жилье для грызунов перекрыли деревом, шифером и засыпали землей. Теперь задача сурков самим – обустроить норку по своему вкусу, рассказывает зоолог Виктор Токарский. Ну, я думаю, дня через три он уже сделает где-то вертикальный выход какой-то другой. Вот, за это время он привыкнет к этой территории и будет считать эту территорию своим домом. И спасибо жителям села, что они еще держат коров, потому что только поэтому мы можем здесь их выпустить. Животных будут подкармливать до тех пор, пока они не приживутся на воле. Сурок пастбищной грызуны может существовать только в той местности, где трава низкорослая, газонного типа. Там, где коровы, там, где лошади, там, где овцы, он будет жить. Убрать одно звено – и все нарушается. Здесь перевели, совхоз перевел коров на стойловое содержание. За четыре года мы потеряли зверей. Зоологи сетуют, что численность сурков с каждым годом сокращается. Если опыт выпуска грызунов будет удачным, то это единственный способ сохранить вид в Украине. Юлия Бела, Медиагруппа «Объектив».